Меня зовут Валерий, я молекулярно-биолог, разработчик компании MyGenetics и непосредственно работник Института цитологии и генетики. Сфера моих научных интересов – это количественная генетика, генетика количественных признаков человека. В первую очередь, это мультифакторные заболевания, такие как диабет, остеопороз и ожирение. Собственно, сегодня я вам расскажу о том, как непосредственно о генетических предпосылках этих признаков заболеваний и о том, как непосредственно питание воздействует на генетику, воздействует на наш фенотип и как это между собой все это связано. Потому что эта тема достаточно интересная, сейчас следуется во многих научных сельских центрах, консорциумах и так далее. Поэтому хочу с вами поделиться и, возможно, сказать, как правильно питаться и почему именно питаться именно так, именно вам. Собственно, начнем с абсолютно базовых вещей, а закончим мозговыносящими. Для начала, я думаю, все вы знаете, что у нас генетический материал располагается в ДНК. ДНК – это и молекула, которая, во-первых, хранит генетический материал и которая позволяет наследовать этот генетический материал нашим предкам и потомкам. Собственно, весь генетический материал у нас упакован в хромосомы. У нас их у каждого человека 46 штук, 23 пары. Получается 22 аутосомы, скажем так, хромосомы, которые не зависят от пола. И две половых хромосомы. У женщины – XX, у мужчины – XY. Собственно, в этих хромосомах, по текущим расчетам, находится порядка 20 тысяч генов. Это участки генома, которые кодируют у нас определенные молекулы, либо белки, либо РНК, которые уже определенным образом воздействуют на наши фенотипические признаки. Собственно, в действительности наши геномы отличаются. Вот в текущей аудитории, по крайней мере, в нашей популяции, можно, если взять все геномы, все 3,5 миллиарда букв каждого человека, мы обнаружим порядка 4 миллионов различий. Это в рамках нашей популяции. Это достаточно много, это определенный процент генома. Но в чем особенность? Далеко не все эти различия хоть как-нибудь влияют на функционирование нашего организма. Они не влияют на признаки, но большая часть они абсолютно нейтральны. Их называют мутации. Более частые варианты называют полиморфные варианты. Ну и, собственно, некоторые влияют, некоторые не влияют. Есть часть из этих изменений в геноме, которые непосредственно оказывают эффект на функционирование нашего организма. Если они оказывают большой эффект и встречаются редко, мы их называем мутацией. То есть мутации чаще всего ассоциируются с чем-то не очень хорошим. Ну и, собственно, они встречаются редко. Возможно, известные вам моногенные заболевания, такие как муковисцидоз, фенилкетонурия, они как раз из-за этих мутаций. То есть они наследуются, собираются в каком-то организме и проявляются. Есть более другой случай. Случай полиморфизма. То есть это определенные, более-менее распространенные варианты генов, которые могут влиять, а могут не влиять на отельные заболевания. В силу того, что они распространены, мы их называем полиморфизом. Собственно, в чем особенность? Вот благодаря вот этих эффектов, именно этих генов, у нас увеличивается риск заболевания или не уменьшается. Есть, скажем так, то, что зависит от одного гена. Их называют мендельские заболевания, либо моногенные заболевания. То есть наличие одной мутации в одном гене, которая появилась у человека, приводит к развитию этого заболевания. И тут уже характерный пример, на самом деле, тоже генетики и питания. Это фенилкетонурье. Это заболевание встречается 1 на 10 тысяч человек. То есть в Новосибирске таких людей достаточно даже по нашим меркам посмотреть порядка 150 человек. Эти люди непосредственно при употреблении в детстве аминокислоты фенилаланина, это обычная аминокислота, у них развивается слабоумие. То есть если мы убираем эту аминокислоту у таких людей, у них все нормально с интеллектом, у них мозги хорошо работают и так далее. То есть воздействие средовое в виде обычной аминокислоты в рационе питания могут привести к существенным эффектам на признак. Но фенилкетонурье – это, скажем так, достаточно редкий пример. Вот большинство из нас отношения определенного не имеет. Большая часть, с чем люди имеют дело, это на самом деле мультифакторные заболевания, которые зависят от множества генов, которые зависят от множества эффектов средовых и зависят от взаимодействия генов со средой. Что непосредственно самое интересное, как непосредственно гены взаимодействуют со средовыми факторами. И среди них это диабет второго типа, ожирение, артериальная гипертензия, многие аллергии, некоторые нейрогенеративные заболевания. Ну, собственно, они зависят как от генетики, так и среды. И вот, собственно, вклад к генетике, он различается. Есть заболевания, которые в большей степени зависят от генетики, некоторые меньше. Так, достаточно такой интересный график, но немного сложный. В чем суть? В действительности все признаки и заболевания имеют определенные общие гены. Вот гены, которые определяют индекс массы тела у вас и риск развития диабета, они на 40% похожи. То есть это примерно одинаковые гены. И те средовые эффекты, которые можем прямым образом воздействовать, они будут воздействовать на целый комплекс заболеваний. То есть у нас есть некоторые классеры, вот то, что касается метаболических заболеваний, диабет второго типа, сердечно-существенные заболевания, ожирение. Это один фактический кластер. У нас есть кластер психических заболеваний, биполярное расстройство, шизофрения, нарколепсия, как ни странно, имеет достаточно общий генетический фактор, связанный с психическими нарушениями. Ну и, собственно, есть признаки, которые влияют, в принципе, на все. На рост влияет половина генома, на IQ влияет 3000 генов. Это признаки, которые имеют очень большой вклад в генетике. С другой стороны, эффект этих генов, он очень большой, но их много. И сложно оценить. Но для некоторых определенных признаков мы можем решить эту проблему, взаимодействие определенных генов и определенных средовых факторов. Самый сильный фактор, который средовой, мы можем их перечислить. Это питание, это физическая активность, это отсутствие или наличие курения, это сон. Это факторы, которые средовые. Мы ими можем управлять. Мы можем их менять и определенным образом модифицируя риски тех или иных заболеваний. Собственно, основной фактор, который имеет фактически 50% всего воздействия средового, это питание. То есть, фактически 50% наших признаков, какие мы есть, определяется, чем мы питаемся. Как говорится, что на входе, то и на фенотипе. Собственно, есть две основных разницы. Генетика питания изучается с двух сторон. С одной стороны, продукты питания, которые мы употребляем, они в действительности определенным образом меняют функционирование наших генов. То есть, гены работают по-другому. Вследствие чего это может привести к развитию тех или иных заболеваний. Ну, там, лекарства на самом деле действуют примерно так же. У нас есть лекарства, они определенным образом действуют на определенные гены, на определенные белки, которые изменяют экспрессию, скажем таким образом. Но это приводит к снижению или уменьшению риска заболевания. Питание – это точно такая же таблетка, только в продуктах питания содержится гораздо больше веществ. С другой стороны, у нас есть нутригенетика. Это вот как раз тот самый случай, когда генетические различия в каждом человеке определяют, как мы будем реагировать на той или иной рацион питания. То есть, ну, пример фенилкетонурия я вам рассказал. Но это достаточно редкий пример. Есть, получается, гораздо более распространенный пример, касающийся фактически, ну, у нас примерно 100 человек, 40 из вас. Вот скажите, кто из вас пьет молоко ежедневно? Кто из вас пьет молоко, но имеет какие-то там проблемы с пищеварением? Проблемы с пищеварением. На самом деле это всего один человек. Получается, вас должно быть 40. То есть, 39 человек, которые не подняли руку, сказали, что у них при употреблении молока нет никаких проблем, соврали. Либо они об этом просто не знают. В действительности, вот есть так называемое такое заболевание, скорее даже признак, как непереносимость лактозы. Это очень интересный пример с точки зрения эволюции. У нас в детстве, вот если мы возьмем маленьких детей, в принципе, все могут переваривать молоко. У нас грудное скармливание – это основа жизни млекопитающих. В принципе, логично. Но после 7 лет у нас, у большинства населения, в принципе, на этой планете, резко снижается продукция фермента, которая способствует перевариванию этого молочного сахара. Что, в свою очередь, приводит к тому, что эти люди не могут переваривать молоко в взрослом возрасте. Они его могут пить, но у них после этого будут либо какие-то симптомы непереносимости, такие как диарея, метеоризм. Либо у них будут развиваться бактерии, там, ну, кандида, либо дрожжи и так далее, которые будут приводить к увеличению количества интоксикаций организма. И то, и другое не очень хорошо для человека. Поэтому ген лактазы недостаточности связан с многими другими заболеваниями, такие как, ну, дефицит массы тела, различные элементарные заболевания, витамины, дефициты, и непереносимость лактазы связана с снижением индекса массы тела. То есть, такие люди недостаточно усваивают это молоко. Один из сигналов можем посмотреть. Ну, и, собственно, если мы говорим о европейцах, ну, вот, из этих европейцев, там, Голландия, да, и так далее, там фактически 95% людей переваривают молоко. Но если вы поедете в Таиланд, вы не найдете, получается, никогда молока на прилавках. Там его не переваривают. Не переваривают? Нет, на прилавках есть. Есть? Ну, это для русских. Ну, возможно. Для других европейцев. Там используют кокосовое молоко, там используют миндальное молоко и так далее. Ну, вот, сами жители. А коровье, эти, это у нас тоже, ну, возможно, для европейцев оно будет. Для местных жителей там, получается, молоко они не употребляют. Ну, в принципе, у них нет такой культуры. Россия, она где-то посередине. У нас, получается, процентов 35-40 имеет непереносимость лактозы, а порядка, получается, 65, там, 60 способны переваривать молоко. Вот. Ну, это, собственно, распределение по различным популяциям. Жители Юго-Восточной Азии фактически полностью не переваривают молоко. Северные европейцы полностью, ну, там, меньше 5% у них встречаемости непереносимости лактозы. Вот. Это вот такой интересный пример с точки зрения обывателя. Пить или не пить молоко, оно определяется генами. Вот конкретно вот мутации в гене лактозы вот в этом положении. Вот. Другой очень интересный фактор, который одновременно и вреден, и полезен, это употребление злаковых продуктов. Ну, как бы, все мы, там, с детства известно, то, что овсянка – это хорошо. Значит, злаковые продукты – это тоже очень прекрасно, оно содержит много витаминов и так далее. Но есть определенная группа людей, у которых злаковые продукты приводят к тому, что они, ну, у них кишечник начинает разрушаться. Иммунная система воспринимает злаковые продукты, а именно глютен, как мощный фактор развития аутоиммунных процессов. То есть те клетки, которые поглощают глютен, они постепенно погибают. Ну, собственно, есть заболевание такое, как целиакия. Возможно, один из аудитории, в принципе, имеет это заболевание. Не факт, что это знает. Собственно, у него тоже очень интересная статистика, эпидемиология. Целиакию диагностируют в одном случае из 100. То есть это люди, которые по жизни, всю жизнь не могут употреблять злаковые продукты в силу того, что их кишечник разрушается, у них появляется дисбаланс воспалительных цитокинов, у них получается, нарушается усваивание других продуктов питания, витаминов, белков. Это дефицит массы тела, и это на самом деле фактически синдром какой-то определенный. Но есть гораздо более такая легкая форма непереносимости глютена. Не целяки, а непереносимость глютена. И таких людей уже 20%. То есть каждый пятый в этой аудитории имеет непереносимость глютена. Но я думаю, фактически 100% у нас употребляет хлеб. Это более легкие симптомы. Но вот если когда-нибудь вы большое количество хлеба употребляли, белые, а потом появлялись какие-то высыпания, какие-то аллергические реакции, просто необоснованно. Это возможность непереносимости глютена, о котором вы не знаете. То есть это одна из таких потенциальных причин, которые сейчас распространены. Определяется тоже определенным геном. Это HLA-DQ2. Фактически определяет 95% дисперсии этого признака. То есть ген с очень мощным эффектом на данное конкретное заболевание. Это два обывательских вещи, которые молоко и хлеб едят каждый. Кому-то молоко полезно, кому-то вредно. Кому-то хлеб полезен, кому-то очень вредно. Есть еще один очень пример. Я сейчас все примеры буду рассказывать. Это, я думаю, женщины, которые присутствуют в аудитории, рано или поздно заведут ребенка. В чем особенность? Есть, возможно, могут быть какие-то определенные патологии и так далее. И это более объясню поинтереснее. Есть, получается, у нас такое вещество, как гомоцистеин. Оно приводит к тромбозам, может привести к тромбозам, могут привести к атеросклерозу, может привести к патологии паулоза. Собственно, с другой стороны, у нас есть определенный белок, фермент, который позволяет нам это вещество удалять. И у некоторых людей есть мутации в этом гене, которые, безусловно, приводят к тому, что этот белок не работает. Ну и, соответственно, у этих людей этот гомоцистеин не выводится, приводя к различным, скажем так, вот этим последствиям. Если этот человек не употребляет достаточное количество фолиевой кислоты, причем определенной формы фолиевой кислоты, постепенно уровень этого вещества будет увеличиваться. Ну и, соответственно, особенности во временной беременности, это может привести к каким-то не очень хорошим последствиям, которые желательно избегать. Если у человека знают о наличии мутации и употребляют, получается, достаточное количество фолиевой кислоты в виде биологических кинодобавок, либо в виде продуктов питания определенной формы, вот это самое важное, то риск исчезает. Вот у нас взаимодействие ген зеленой овощи, ген фолиевой кислоты. То есть оно налицо, оно характерное, и этим можно бороться, этим можно целевым образом преимутировать. Фолиевой кислоты. Ну и что я еще хотел рассказать про питание, это, конечно же, кофе. Я думаю, кофе тут еще больше людей пьет, чем молоко. Сколько пьет? Покажите, покажите. Вот, кофе пьет больше, чем молоко. Буду хвалить и буду пугать одновременно. В чем особенность? В действительности кофе – это продукт очень полезный. Поэтому те, кто пьет кофе, во всяком случае, могут себе и улучшить здоровье. Почему? Потому что в кофе содержится ряд флавоноидов, ряд антиоксидантов, и много марганец содержится, много минеральных веществ, которые улучшают показатели здоровья. И в целом употребление кофе снижает риск онкологического заболевания печени и снижает риск нейродегенеративных заболеваний. Ну, хорошо, прекрасно, да? Все пьем кофе, это всем будет лучше. Но в действительности наша природа устроила все немного по-другому. В кофе содержится вещество кофеин, ну, возможно, из-за него его и употребляют. Именно это вещество имеет такой негативный фактор, оно увеличивает артериальное давление, увеличивает пульс и создает дополнительную нагрузку на сердце. И получается так, что люди, у которых кофеин медленно вводится из организма, они значительно нагружают сердечно-сосудистую систему. И это является риском-фактором, получается, для инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний. Собственно, есть вот такой ген, цитохрома 1А2 называется. У него есть формы, ну, получается, АА, АЦ и ЦЦ. И вот если у человека форма АА, то вот этот фермент увеличивается, ну, фактически в три раза его количество. Если вариант АЦ, то при употреблении кофе, ну, даже небольшое снижение есть этого фермента. И при ЦЦ резкое снижение, получается, количества этого фермента. Соответственно, у человека снижается скорость метаболизма, в отличие от быстрого метаболизера, в 6 раз. То есть вы выпили чашку кофе, ну, человек, который АА, он фактически в течение часа чувствует себя бодро, ну, потом действие кофеина проходит. В случае варианта ЦЦ у человека кофе будет возбуждать нервную систему действительного сердца 6 часов. Ну, то есть вот эта чашечка кофе после обеда, она не даст человеку даже заснуть. То есть для этих людей крайне негативно употребление кофе. То есть этих людей не очень много, но эффект этот очень сильный. Он и оказывает влияние на популяционных выборков. Собственно, при употреблении в средней популяции употребление одной чашки кофе в день снижает риск инфаркта миокарда. То есть благодаря вот этим веществам, которые находятся. При употреблении четырех чашек все-таки это сильный эффект вне зависимости от генотипа. Но вот если у человека ААЦ и ЦЦ, то это резкое увеличение риска вот этих заболеваний. То есть этим людям пить кофе нельзя. Ни в коем случае. То есть для них это кофе я. Пример для каждого человека обывательский, но он действительно работает. Ну и перейдем к самому такому массовому примеру, который затрагивает треть населения Земли. Это ожирение и избыточный вес. В действительности, если мы говорим про признак индекс массы тела, то это является риск-фактором для большинства заболеваний, которые у нас присутствуют в принципе. Это и диабет, это онкологические заболевания, это и нейрогенеративные заболевания, это и психоневрологические заболевания. Люди, которые имеют высокий индекс массы тела, подвержены большинству заболеваний. То есть это сильный эффект. А с другой стороны, на генетику есть определенные генетические причины, которые обусловивают и ожирение, и другие заболевания. И сейчас, с точки зрения признака индекс массы тела и ожирение, изучено порядка 700 тысяч человек. Ну это фактически половина Новосибирска. Использовано, было генотипировано, использовано в качестве биобанка, все измерено. Ну и обнаружено у нас порядка 600 участков в геноме, которые увеличивают риск развития ожирения. Ну или уменьшают, то есть модулируют этот риск. Ну и получается есть, ну вот генов много. Это вот основной хвост, а потом длинный-длинный-длинный-длинный хвост из большого количества генов, которые имеют небольшой эффект, совсем несущественный, но имеют. Есть гены, которые влияют на это очень сильно. Один из них – FTO. Вот это FTO, его и называют ген, сцепленный с ожирением. FED-ABCED-ABCED-ABCED-TRAID. Ну как-то так. А дальше идет логография, ну получается экспоненциальное падение вклада признаков. То есть FTO – это ген с огромным эффектом, он выделяется в сравнении с другими генами, и про него очень много исследований. В чем особенность? Ну вот просто возьмем один генотип FTO. И взвесим людей. Люди, у которых вариант АА будет весить в среднем на 2,5 кг больше. Много-мало, но 2,5 кг – это в принципе форма популяции существенная. То есть такие люди ежедневно употребляют на 150 ккалорий больше. Но в связи с этим появляется вот этот признак от ожирения. Но в чем особенность? Вот человек узнал при сопровождении к ожирению, что делать. Ну, генетика такая, кости широкие и так далее. На самом деле тут есть характерное такое взаимодействие между физической активностью, генетикой, питанием и признаком к ожирению. Получается так, что в зависимости от физической активности эффект этого гена изменяется. И если мы возьмем, получается, ген людей с низкой физической активностью, то разница между ТТ и АА у нас будет фактически 10 кг. То есть если человек имеет такой ген, еще и спортом не занимается, плюс 10 кг ему гарантированно. Об этом надо знать. Но если у человека высокая физическая активность, и он триатлоном занимается, имеет этот ген, я не знаю, то эффект этого гена полностью нивелируется. То есть такие люди с высокой физической активностью, имея даже генетическую предположенность, не будет обладать этим признаком. То есть характерная целевая терапия физической нагрузки, то есть вам нужно бегать. А этим бегать не обязательно. Плюс-минус полтора килограмма не так страшно. А этим бегать обязательно, потому что это 12 кг дополнительных. Вот и все. Ну и последний кейс с точки зрения именно нутригенетики – это непереносимость алкоголя. Кейс не очень распространен в нашей популяции, но среди якутов он очень распространен. Получается такая ситуация. Тут, когда пить в обоих случаях плохо я расскажу. Первая ситуация, когда вот так выглядит алкоголь, как химическое соединение. Это С2H5OH. На самом деле алкоголь, как таковой, он по секрету, не более чем вреден, чем сахар. То есть токсическая доза алкоголя, она сравнима с сахаром. То есть, ну, нормально. Но есть другое соединение, гораздо более токсическое. Это называется ацетатальдегид, который переходит из алкоголя, и, собственно, оно в 600 раз более токсичнее этанола. То есть это метаболический яд. Повышенная концентрация ацетатальдегида – это покраснение лица. Вы, возможно, видели людей, которые употребляют много алкоголя, и у них красные лица. Вот это ацетатальдегид. Это жуткий яд. Он разрушает, получается, клетки печени, приводит к разрушению нейронов. Ну, собственно, именно это вещество, оно является очень вредным. А особенность в том, что вот эта стадия, вот в этом гене есть определенный полиморфизм, который проводит ускорение работы этого фермента в 6 раз. Те же самые 6 раз. Ну, и, соответственно, весь алкоголь, который человек употребляет, он быстро приходит в ацетатальдегид и его отравляет. Человек употребляет алкоголь, ну, и, соответственно, он его отравляет. Вот таким людям вообще пить нельзя. То есть для них это яд. Но есть особенность – такие люди почти что и не пьют. Потому что есть такая реакция, ну, выпил алкоголь и дальше уже спать захотел. Вот примерно так. А у этих людей, у которых медленный метролизм алкоголя, повышенный риск зависимости. Этим людям тоже пить нельзя, потому что высокий риск зависимости. Ну, поэтому такая картина. Алкоголь, он такой. Было много исследований по поводу пользы алкоголя. Ну, показывает то, что употребление одной чашки, одного, получается, бокала вина полезно сказывается на здоровье человека. Но в результате определенных искажений появился определенный метод, который позволяет нивелировать. Было показано то, что употребление чашки, вернее, бокала вина связано не с пользой для здоровья, а связано с доходом человека. То есть те, кто дают себе возможность употреблять это вино ежедневно, они не защищают здоровье, они просто имеют больше денег, больше имеют возможности потратить на здоровье. Ну, собственно, поэтому живут дольше. То есть причина на него алкоголе, причина на деньгах. Вот такая особенность. И это то, что касается различных генетических различий в контексте технических продуктов питания. На самом деле случаев очень много. Это вот характерные обывательские случаи, которые можно применить для каждого. Просто сделать ДНК-тест, ну и, собственно, узнать. С другой стороны, есть вторая часть. Я немного кратко расскажу, потому что она тоже сложная. Это нутригеномика. В действительности, сами себе, как я уже говорил, продукты питания – это не просто белки, жиры, углеводы. Это те вещества, в которых… те субстанции, в которых содержится очень много разнообразных веществ. И они по-разному влияют на функционирование нашего генома. Одни, получается, вещества приводят к тому, что наш организм восстанавливается, защищается, обладает противораковыми свойствами. Другие, напротив, увеличивают риски техники заболеваний, диабет, ожирение и онкологические заболевания. Классический пример… Вот, видно, не видно? Ну, вот, собственно, как это все работает. Когда человек употребляет продукты питания, что происходит в организме? Эти продукты питания, получается, в нашем кишечнике перевариваются, разделяются на составляющие, дальше всасываются в клетки. Но есть еще ряд соединений, которые непосредственно влияют на работу генома. Они связываются с белками и изменяют, модифицируют структуру этого генома. Например, если человек постоянно употребляет большое количество сладкого глюкозы, его геном изменяется таким образом, что гены, отвечающие за увеличение концентрации глюкозы, становятся более активны, если так простым языком. Это приводит к тому, что у человека организм привыкает к тому, что постоянно высокий уровень глюкозы. А это диабет второго типа. То есть причина сахар, причина диабета. Сладенькое оно постепенно-постепенно-постепенно приводит к модификации генома и развитию этого заболевания. С другой стороны, есть ряд соединений, особенности в продуктах жареных, продуктах окисления табака, которые непосредственно ломают геном, делают мутацию. Именно из-за таких факторов воздействия, которые напрямую воздействуют на геном, развивается ряд онкологических заболеваний. То есть если плохо еще работает система детоксикации таких людей, то это рак легких, рак груди и так далее. Для многих людей вообще никому не советую курить. И получается, жареную пищу лучше многим тоже исключить с рациона. Собственно, примерно такой процесс. Мы делали пищу, у нас изменился геном. Ну вот, собственно, каким продуктом, какие изменения есть. Вот покажу два характерных примера. У нас есть так называемый сигнальный путь МТОР. Это определенный ген, который отвечает за автопереваривание клеток. Аутофагия так называемый процесс. Этот процесс достаточно полезен для человека. Почему полезен? Потому что все неразрушенные у нас белки, жиры, углеводы, которые в клетках содержатся, они начинают выводиться из этих клеток. Ну и, соответственно, клетка предстает быть замусоренной, если так говорится, и дольше живет. Если этот сигнальный путь работает, то это все хорошо. Если он не работает, то получается у нас постепенно накапливаются шлаки в клетках. И это приводит к значительным нарушениям со стороны здоровья. Что на этот ген влияет? Ну, достаточно известный эффект, на самом деле, зеленый чай. Есть кахетины определенные, которые при достаточном употреблении влияют на этот ген, активируют его. Ну и, соответственно, зеленый чай продлевает жизнь, потому что способствует перевариванию вот этих веществ. Куркумин – это знаменитое вещество против болезни Альцгеймера. То есть, когда человек употребляет в большом количестве куркумин, особенно и популяционно даже это показывается, то это приводит к снижению нейродегенеративных заболеваний. А с другой стороны, этот ген можно и выключить. На это, в первую очередь, влияют метин, лизин, аргинин и разветвленные аминокислоты. Ну и, собственно, пример, который всегда приводит про этот ген – это то, что люди, когда управляют эти БЦА, на самом деле себе постепенно сокращают жизнь. То есть, у этих БЦА есть определенный негативный эффект. В чем особенность? Ну, вот клетки начинают хуже утилизировать лишнее. Они постепенно растут, растут, и клетки мозга, и клетки мышц растут, а утилизации не происходит. А напротив, голодание, вот, показывает то, что голодание, естественно, образом увеличивает продолжительность жизни путем активации этого сигнального пути. Ну, соответственно, люди, которые соблюдают гипокалорийную диету, живут дольше. Ну, тут уже зависимости от цели человека. Хочет быть накачанным, либо хочет дольше жить, ну, выбирайте. Это серьезный выбор, да. Ну, и с другой стороны, у нас есть сигнальный путь воспаления. И, ну, воспаление – это, на самом деле, серьезная штука. Это основная причина многих сердечных заболеваний. И когда мы говорим о воспалении, то наша задача его в обычном случае снизить. Потому что когда оно, там, кратковременное воспаление – это нормально. Мы справились с инфекцией, все хорошо. Когда оно хроническое воспаление – это очень плохо для организма. Организм реактивен, он на все реагирует. Он начинает синтезировать ряд антител, ну, и, соответственно, это приводит к аутоиммунным процессам, к сердечно-сосудистым процессам и так далее. И известный эффект, вещество, которое снижает активность вот этого пути – это аспирин. Обычный аспирин, он снижает воспаление. И, на самом деле, для некоторых людей аспирин показывает то, что в небольших количествах позволяет увеличить продолжительность жизни. Это вот показанный факт, то есть аспирин увеличивает. Но не для всех. Тут уже генетика, потому что для некоторых он очень токсичен. Вот. Снижает воспаление, как ни странно, горчица, красный перец, различные, там, миндай снижает воспаление. А, с другой стороны, увеличивает воспаление от сахара и конечных продуктов гликтирования. То есть жареная пища, жареный хлеб и так далее. И, соответственно, вот этот баланс употребления этих веществ позволяет человеку либо находиться в сильно воспаленном состоянии, либо, наоборот, в расслабленном. Соответственно, он либо живет долго и хорошо, либо мало и плохо. Вот такая она ситуация. Ну, собственно, где питайтесь правильно? Собственно, питайтесь правильно. Это основная идея. Выбирайте еду, которая вам подходит. Выбирайте те вещества, которые будут улучшать самочувствие ваше. Ну, и, соответственно, будете лучше соображать и жить дольше. Интересует? Можете вот вступать в нашу социальную сеть. Скажите, пожалуйста, как соль может отражаться на генах просто? Вот, например, я не сладкоежка, но я очень люблю соленые орешки. Я люблю, ну, то есть все, что связано с такой соленой. Вот. Это как-то, ну, вредно, не вредно. Ну, смотрите, есть две белых смерти. Это белая смерть сахара и белая смерть соль. Белая смерть сахара, она вредна для самого раннего возраста. Белая смерть соль, она уже с возрастом начинает. Когда человек гипертензии и так далее, соль задерживает воду. 4 грамма соли – это лишний килограмм воды в организме. Ну, и, собственно, все программы похудения, они в каком-то образом ограничивают сильно количество соли, ну, соответственно, люди как минимум лишнюю воду из себя выводят. И поэтому употребление соли, на самом деле, для некоторых употребление соли очень вредно, когда у человека еще много альдостерона. Это определенный гормон, который всю влагу задерживает, ну, соответственно, у человека давление увеличивается. Твоя потребность понятна, она имеет эволюционные предпосылки, потому что в наших предках обычно не было соли, и все мы, в принципе, любим солененькое. Но с точки зрения долгосрочной перспективы, она не очень хорошая для твоего организма. А вот вы там упоминали шлаки. А что такое шлаки? Ну, как тебе сказать? Просто слышал, что это псевдонаучный термин такой интересный. Например, альфа-амилоид. Ну, вот классический пример – это болезнь Альцгеймера. У нас есть нейроны. У нас эти нейроны продуцируют большое количество белков. Эти белки могут разрушаться, могут не разрушаться. Если они не разрушаются, они начинают, грубо говоря, кластеризоваться, собираться вместе с собой, образовать такие частицы, которые уже нервная клетка не может разрушить. Это альфа-амилоид называется. Можешь посмотреть. И, соответственно, это приводит к смерти клетки. Вот характерный пример. То есть шлаки – это такое более-менее популярное название. Альфа-амилоид – это конкретные соединения, которые не могут перевариваться нашими клетками. То есть основная причина нейроэгенеративных заболеваний любого генеза. Клетки фановые не используют? Ну, вот если белок хорошо сохранившийся, это нормально. А если мы сделали так, что они между собой каким-то образом соединились, ковалентными связями, то ферменты уже не могут их разрушить. Просто не могут. Вот еще один вопрос. Там было, что БЦА как-то влияет. Вы говорите, что снижает срок жизни. БЦА – это же просто аминокислоты, которые входят в состав белков. Когда мы бушим белки, строительный материал, он разрушается до тех же самых БЦА. Из этой логики следует вывод, что не надо белки потреблять, без которых мы не сможем… Это вопрос баланса. То есть вопрос активации вот этого МТОРа, если мы его активировали при помощи того же ресвератрола либо других веществ, это хорошо. БЦА, который ты потребляешь, они все равно будут его снижать активность. И вот в зависимости от баланса здоровой пищи и вот этих аминокислот, особенно в чистом виде, который ты сразу же употребляешь, они сразу активируют вот этот сигнальный путь. то ты будешь жить очень долго, либо средне, либо очень мало. То есть это в чистом виде нежелательно? В чистом виде вообще нежелательно, потому что они целевым образом сразу активируют. Ну, они будут быстрее, они будут лучше восстанавливаться, они будут сильнее, у них мышц будет больше, но жить они будут меньше. Вы вот интересно говорили про то, что различные гены вызывают какие-то там болезни, кто-то кушает плохо, плохо переаривая лактоза. Вот могу я когда-то прийти, в эти исследования, он конкретно скажет, вот лактозу тебе не надо кушать, это надо кушать, это у тебя будет, этого не будет. Можешь к нам прийти в огне, вот Павел тебе расскажет варианты. Да. Можешь подойти ко мне. Да. С точки зрения. Ну, еще, да, конечно, вопрос. Да, еще такой вопрос, которых некоторых людей очень волнует, это влияние генномодифицированных продуктов на организм человека. А, ну. Я больше не буду задать вопрос. Смотри, этот вопрос имеет, с одной стороны, излишнюю нервозность, с другой стороны, вполне в некоторых случаях научное обоснование. Излишнюю нервозность, она возникает из-за того, что некоторые люди думают, что гены, которые были в этом продукте, придут к нам. То есть, такого быть не может. Это конструкция, которая не переносится через одного организма в другой. Гены огурца в нас не попадут. Но большинство людей думает именно так. Но, с другой стороны, есть определенная явная эффект этих генномодифицированных продуктов, потому что мы в эти продукты добавляем новые белки. Белки, как известно, это потенциальные аллергены. Мы к этим белкам не привыкли. Мы, по крайней мере, будем знать, какие белки появятся у продукта. А при селекции мы можем, и не знаю, там больше случайностей получится. Ну, естественно. Насколько я знаю. Но это белки более-менее одного генеза. То есть, наш организм имеет пул антител, которые привыкли понимать, что эти белки нормальные. То есть, когда мы едим говядину, у нас эти антитела на говядину не выделяются. Если мы возьмем и съедим какой-то манго, например, инородный продукт, к которому мы не привыкли, то сначала наш организм будет воспринимать это как чужеродное вещество и выделять антитела, те же белковые продукты как какого-нибудь манго. То же самое с генетически модифицированной продукцией. Это определенные новые белки, которые организм наш не воспринимал никогда. Соответственно, они у некоторых людей могут восприниматься как инфекция. Выделяется иммуноглобулина G и, соответственно, появляются симптомы непереносимости. Вот с этим связано действительно иногда, получается, прием геномофицированной продукции. И обязательно на это тестируют. То есть существуют разные виды белков? Да. Белков их очень много. У каждого вируса свои белки. У каждого, получается, человека. Твои белки в некотором случае отличаются от белки вот этой девушки. Спасибо большое за вопросы. Спасибо. 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 Спасибо.